Напоминаю, вы смотрите телеканал «Вариант» и сегодня у нас на первом плане заместитель начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы ГМЧС России по Владимирской области Александр Гущенков. Александр Александрович, здравствуйте. Здравствуйте, Елена. Итак, закончились для вас, наверное, к счастью, для нас, к сожалению, новогодние рождественские праздники. Для нас, обывателей, это время отдыха, для вас, скорее всего, это время повышенной работы. Безусловно, конечно. И вот здесь, наконец-то, для вас они позади. Вот как прошел этот период во Владимирской области? Что можно сказать про эти новогодние праздники 2022-2023? Да, ну, нас следует отметить, что на объектах проведения новогодних и рождественских мероприятий у нас чрезвычайных ситуаций и происшествий не допущено было именно на объектах. Но всего, проанализировав ситуацию за этот период новогодних праздников, у нас случилось 69 пожаров. К сожалению, здесь наблюдается рост. У нас статистика вещь упрямая. Мы сравниваем свои показатели с аналогичным периодом прошлого года. Да, у нас здесь незначительное превышение есть по сравнению с предыдущим годом. Но приятно отметить, что снизилось количество травмированных и погибших людей. То есть, да, к сожалению, на пожарах в этот период погиб один человек, но в прошлом году их было значительно больше. Приятно отметить, что пожарно-спасательным подразделением было спасено 11 человек в этот период времени. То есть, как бы, что тоже превышает показатели прошлого года. Вот, в принципе, общие показатели нашей оперативной установки, которые оцениваются на нашу деятельность. Снижено количество травмированных, снижено количество погибших по сравнению с прошлым годом. Ну, пожары, к сожалению, случаются. То есть, как бы, мы, соответственно, анализируем, какие их причины были. И предпринимаем все меры, дабы их не допустить в последующем. А вот если говорить про анализ причин, чаще всего причины пожаров именно в новогодние праздники отличаются ли они от причин пожаров во все оставшееся время? Ну, нет. Такого нет, конечно. Причины, они всегда банальны, они одинаковы, потому что, ну, связаны они, прежде всего, конечно, с деятельностью человека. Основными причинами это у нас выступает, как и всегда, в любой период времени. Нет нарушения права устройства эксплуатации электрооборудования, то есть, ну, граждане используют различные электроприборы для отопления, в том числе, да, в условиях наших холодов нынешних. Вот. Не всегда они отвечают всем требованиям безопасности, поэтому в данном случае, в настоящий момент, это причина первоочередная. Естественно, летом ее не будет, то есть, как бы, все это сезонно. Вот. Также мы не исключаем, всегда это происходит, пожары происходят по причине неосторожного обращения с огнем, как при курении, так и при использовании в открытого огня, там, допустим, в каких-то помещениях. Вот. Случаются у нас причины, опять же, связанные с отопительным сезоном зимой. Это нарушение правил эксплуатации печей дымоходов, безусловно. Ну, и также у нас имеют место нарушение правил эксплуатации транспортных средств. То есть, у нас, к сожалению, ну, не к сожалению, так уж получилось, что в новогодние праздники были сгоревшие автомобили. То есть, как бы, на это, соответственно, неисправность узлов агрегатов, потому что машина начинает прогревать в холодное время. Возможно, какие-то неисправности, которые, значит, потом приводят к возникновению пожара в данном транспортном средстве. Вот эти все основные причины, которые мы сейчас рассматриваем. Ну, то есть, это, по большому счету, все-таки дело не в праздниках, а дело в холодной температуре, да, увеличение? А вот были ли причины, когда там, я не знаю, елка загорелась, новогодняя гирлянда, свечи и так далее? Пиротехника. Такие праздничные, да, праздничные причины пожаров. Ну, праздничные причины пожаров, да, то есть, как бы, если мы называем это, там, так сказать, действия, связанные с использованием пиротехнических изделий, то есть, как бы, там, каких-то бытовой иллюминаций, которые используются, опять же, там, значит, в праздничных целях у нас. Таких пожаров на территории области в текущем году за новогодние эти рождественские праздники зарегистрировано не было. Вместе с этим отмечен был один случай, одно происшествие, которое у нас произошло 1 января в городе Коврове, где в результате использования, ну, какого-то, предположительно, пиротехнического изделия, скорее всего, это такая-то петарда, которая была вставлена в каркас металлической скамейки, там пострадала женщина, она получила травму голени. По данному факту, с компетентными органами проводится проверка, здесь я комментарий дать не могу, как бы, это наши коллеги занимаются, то есть, как бы, соответственно, было ли там хулиганство, или это какие-то намеренные действия были, это уже оценку дадут, юридическую оценку дадут наши коллеги из органов внутренних дел. И, как бы, сейчас, пользуясь случаем, как раз, если еще пока еще пиротехнику-то используют, хотелось бы напомнить некоторые правила использования пиротехнических изделий, довести их до наших зрителей. Ну, во-первых, самое основное, что при использовании пиротехники необходимо строго руководствоваться той инструкцией, которая прилагается к данному пиротехническому изделию. Соответственно, применять на безопасном расстоянии от мест массового скопления людей или каких-то объектов защиты, то есть, в том числе, с учетом размеров опасной зоны, каждому пиротехническому изделию, там указано в аннотации опасная зона, которая, значит, представляет угрозу данной пиротехнической изделия. При выборе, при покупке пиротехнических изделий необходимо проверить сертификацию ответствия, то есть, как бы, у продавца должен быть наличь инструкции на русском языке, и также необходимо проверить срок годности данного пиротехнического изделия, поскольку тоже будет влиять на большую безопасность. Следует помнить, что самодельные пиротехнические изделия, ну, не то что не рекомендуется, нежелательно вообще их использовать, поскольку это тоже может привести к неблагоприятным последствиям, в том числе и к пожару. И также рекомендовано не использовать пиротехнические изделия, если вы обнаружили на них какие-либо повреждения, дефекты на корпусе, повреждения фитиля, соответственно, даже если это имеется сертификат, имеется инструкция, имеется, значит, срок годности не истек, данное пиротехническое изделие также может представлять определенные опасности, в том числе и возникновение пожара, и дальнейших плачевных последствий, в том числе и предоставлять угрозу для жизни, здоровья людей, для их имущества, что будет небезопасно. А если говорить об использовании пиротехнических изделий несовершеннолетними, есть ли какие-нибудь безопасные изделия, которые можно позволить подросткам пользоваться? Ну, там, если мы возьмем инструкцию, там в любой инструкции будет сказано о том, что подростки могут использовать данные пиротехнические изделия под присмотром взрослых, это везде так будет сказано. Вот, поэтому, ну, все мы прекрасно понимаем, что ребенок, подросток за ним уследить иногда бывает очень сложно, вот, но, опять же, обращаясь к родителям, то есть, те, которые желают добра своим детям несовершеннолетним, то есть, как бы, ну, необходимо, соответственно, побеседовать с ними, провести какую-то обучающую беседы какие-то для того, чтобы действительно довести, что данная шалость, она может быть небезопасной, и представлять угрозу как для жизни самого ребенка, для здоровья самого ребенка, так и его сверстников, которые вместе с ним в одной компании находятся, и случайных прохожих, которые могут находиться. Тут других рекомендаций дать не могу в данном случае. А вот все вот эти пиротехнические изделия, фейерверки, да, сейчас они продаются только в определенных местах, где попало не продаются, я знаю, что и ваши сотрудники, в том числе, да, перед открытием точки, там, какие-то проверки проводят и так далее. Вот как вы считаете, вот эти меры, повлияли ли они на то, что вот сейчас вы говорите о том, что происшествий, связанные с эксплуатацией пиротехники, фактически нет? Ну, безусловно, безусловно. Я, конечно, не хочу хвалиться, что это только наша заслуга, но считаю, что немаловажную роль играем мы, сотрудники МЧС, которые проводят действительно проверки перед сезоном, перед началом продажи пиротехники, то есть как бы выявляют случаи соответствия, несоответствия, наличие нарушений при продаже пиротехники. Ну, не первый год мы эту работу, эта работа проводится планово каждый год, и, в принципе, работаем-то с одними и тем же продавцами пиротехники. Большей частью они все научены уже, они уже прекрасно понимают, какая ответственность и на них лежит в данном случае, если они будут подавать некачественный товар, и который имеет определенные нарушения, в том числе требования пожарной безопасности. Никто с этим рисковать сейчас не будет. А честно по-человечески, вот ваше отношение ко всей этой пиротехнике, вот нужна она вообще, или может, пусть бы это делали исключительно, люди, хорошо обученные люди, да, там сделали салют какой-то в середине и так далее, а вот каждому только по бенгальскому огонечку и то не стоит. Ну, русская душа, она всегда будет требовать праздника, и все равно к каждому захочется, да, устроить. Есть же просто, есть понятие профессиональной пиротехники, да, когда вот на каких-то больших крупных мероприятиях, да, именно работают профессионалы, безусловно, да, то есть как бы соответствующие классы опасности, там более высокие классы опасности этой пиротехники, и там, кроме как профессионалам, там нельзя ее использовать. Но та бытовая пиротехника, которая именно позволяет продавать ее обычным гражданам при соблюдении правил ее эксплуатации, как-то вот требует инструкция, ну, создаст только атмосферу праздника и не создаст никаких бед и проблем для окружающих. Вот смотрите, если мы говорим о профилактических мерах, да, помимо вот использования пиротехники, какие еще профилактические мероприятия проводились с населением, вашим ведомством, с отдыхающим населением? Безусловно, да, ну, уже работа у нас, это план ведется из года в год, ничего тут нового мы не изобрели, то есть, как бы, в период этих новогодних и рождественских праздников прежде всего у нас осуществлялось круглосуточное дежурство личного состава нашего управления по контролю за оперативной обстановкой с пожарами и их последствиями. Особое внимание моими коллегами было уделено обеспечению безопасности проведения массовых мероприятий. Если не ошибаюсь, всего у нас было задействовано 280 таких объектов на территории области, то есть, довольно-таки значительная цифра, ну, думаю, что с задачей поставленной мы справились. Вот, к дежурству на данных объектах у нас привлекалось, опять же, значительное количество личного состава, как пожарно-спасательных отрядов, так и отделов надзорной деятельности и профилактической работы, то есть, моих коллег-надзорщиков, которые занимаются непосредственно данной работой. Безусловно, к этой работе всегда у нас привлекается на постоянной основе представители органов местного самоправления, без них мы тоже не сможем справиться. А также в данной работе у нас привлекаются добровольные пожары, пожарные. Вот этими силами, путем проведения разъяснительной работы, путем проведения обследования помещений, которые задействованы при проведении массовых мероприятий на предмет их готовности к безопасному прохождению данных мероприятий, на предмет соблюдения требований пожарной безопасности, ну, только так мы обеспечиваем. — На новогоднюю ночь была теплая, да, была оттепель, дальше наступили аномальные морозы. Вот на оперативную обстановку это каким-то образом повлияло? — Да, безусловно, безусловно это повлияло. И прекрасно мы понимаем, что погодные условия, они, ну, несмотря на те меры, которые мы предпринимаем, всегда оказывали и будут оказывать существенное влияние на пожарную обстановку. — Для примера, то есть, опять же, статистика вещь упрямая, опять же, мы имеем дело с цифрами. Если мы рассматриваем период относительно теплой погоды, который у нас пришелся там на начало января, на первое число января, то у нас зарегистрировано было, ну, порядка шести пожаров ежедневно, то есть каждый год, каждый день оставить. Причем 4 января был зарегистрирован вообще один пожар на территории области, а вот когда температуры снизились за окном у нас, то, соответственно, возросло и количество пожаров. То есть, ну, как я говорил ранее, граждане были вынуждены включать дополнительные приборы электронагревательные, соответственно, это возникли большие риски для загорания. Уже в этот период при наступлении аномальных низких температур у нас ежедневно где-то происходило порядка 12 пожаров на территории области. Пик пожаров был отмечен 7 января, было зарегистрировано 18 пожаров. Ну, все это цифры объективно показывают ту действительно обстановку, которая влияет именно на... Как на обстановку влияют у нас погодные условия. Ну, прям четкая корреляция. Чем ниже температура воздуха, тем, к сожалению, больше пожаров. Прямая зависимость, конечно. Безусловно, так и будет у нас. То есть, прогнозы тоже, к сожалению, можно делать смело. Ну, я имею в виду, если будет понижение температуры, то вновь. У нас есть звонок зрителя, давайте ему ответим. Алло, Игорь, здравствуйте. Говорите, пожалуйста. Здравствуйте, Игорь. У меня такой вопрос. Здесь не случился пожар в квартире. Что, если из-за этого случая выбегать через окно на улицу, чтобы выжить? Хороший вопрос. Да. Ну, значит, прежде всего, когда у вас случился пожар, самую первую ошибку, которую совершают граждане, это не сообщают в пожарную охрану. Прежде всего, каждый гражданин обязан, прежде всего, при обнаружении пожаров, прежде всего, позвонить по известному всем номеру в пожарную охрану, вызвать для того, чтобы не терять время на прибытие пожарных подразделений. Дальше уже действовать по обстановке. Если возможно, локализовать или даже ликвидировать пожар собственными силами, если там имеется огнетушитель или какие-то подручные средства, да, принять меры к тушению. Если обстановить вклады таким образом, что тушение пожара собственными силами будет представлять уже угрозу для личной безопасности, для собственного здоровья, для находящихся в помещении близких и родных, то, соответственно, предпринять меры к эвакуации, эвакуироваться самому в безопасное место и вывести всех, кто находится вместе с вами в жилище. Вот. Дальше вам необходимо будет дождаться приезда пожарной охраны, сообщить о том, находится ли в помещении кто-либо еще остался, потому что бывают такие случаи. И счет идет не на минуту, а даже на секунду. И бывает, что несколько секунд пожарным подразделениям помогает принять правильное решение для того, чтобы зайти в помещение и спасти человека. Такие случаи нередки. Вот те действия, которые необходимо выполнить. Почему? Вот, Александр Александрович, почему бывает такое, что достаточно поздно, ну, я часто, да, там, и в сводках, что поздное сообщение о пожаре. Вот с чем это связано? Растерялся человек, не знает. Безусловно, люди теряются. То есть, как бы все, естественно, пожар – это стрессовая ситуация, потому что это не рядовой случай. Каждый человек и большинство людей теряются и, соответственно, правильных действий не предпринимают. Потом уже, да, находясь уже в спокойной остановке, осознают, что, да, действительно нужно было действовать именно так, да, вызвать пожарную охрану. Все прекрасно понимают, что не потеряли бы время, а время необходимо для прибытия пожарных подразделений. Ну, по-моему, абсурдно представить, что у нас у каждого под окном находится, так сказать, пожарная часть, да. То есть, соответственно, существуют нормативные сроки прибытия пожарных подразделений к месту пожара после получения вызова. И в данном случае каждая секунда, каждая минута, она дорога для того, чтобы… Ну, от этого, собственно говоря, и зависит, насколько быстро будет и потушен пожар, и будут ли жертвы или нет. Это называется свободное развитие пожара, то есть время свободного развития пожара. Чем оно меньше время, тем, соответственно, будет и по прибытию пожарных подразделений будет меньше площадь пожара, соответственно, легче будет обеспечить тушение, локализацию, ликвидацию пожара. По каким причинам? Повторяюсь, но, тем не менее, чаще всего происходили пожары в этот период. Ну, если мы сейчас говорим о новогодних праздниках. Ну, как я сказал, да, то есть, как бы это… Вообще нечеловеческий фактор был или нет? Нечеловеческий фактор, да нет. Ну, как… Если не считать нечеловеческим фактором, то это все-таки нарушение, допустим, правил устройства эксплуатации электрооборудования. Потому что, если мы говорим о нарушениях правил эксплуатации печей, да, то есть, как бы, ну, и этот человек, да, действительно топит печь, и, соответственно, он ее там либо перекалил, либо использовал, допустим, какие-то горючие средства для разжигания, что запрещено, там, использовать бензин, керосин, дизельное топливо для разжигания печей, категорически запрещено. Значит, то, если говорим, опять же, о неосторожном обращении с огнем, опять же, это человеческий фактор, да, если мы говорим все-таки об использовании электропроводки, электрооборудования, то в данном случае… Там тоже человек сделал плохую проводку, возможно. Ну, он сделал когда-то ее давно, и все-таки он внутренне рассчитывал, что она надежная, вот, потому что, ну, все-таки, как бы, электрооборудование, это, ну, довольно-таки, как бы, представляет собой определенный источник опасности. Все-таки электрический ток, он несовместим, бывает, с жизнью, да, вот, соответственно, короткие замыкания, возможно, какие-то перепады напряжения, которые поступили в, так сказать, в домашнюю сеть извне, какие-то скачки напряжения, да, то есть, соответственно, в данном случае человек, ну, физически просто не готов, что он, что по его причине прошел этот пожар, да, действительно, то есть, как бы, ну, проводка вроде как была и смонтирована все правильно, но подошло ее время, допустим, какие-то сроки уже прошли, где-то она прослабла, стала не настолько надежной, и такие пожары тоже возникают по такой причине. Но если говорить об обогревательных приборах и печах, давайте напомним нашим зрителям основные правила их использования. Ну, правил много, но чтобы, так сказать, остановиться на основных требованиях, при соблюдении которых будет все-таки обеспечивать безопасность и снижать риск возникновения пожаров. Если мы говорим про использование обогревательных приборов, то запрещено использовать электронагревательные приборы, не имеющие устройства тепловой защиты, то есть, соответствующие автоматике. Также запрещается использовать нестандартные, то есть, самодельные электронагревательные приборы, а такое бывает у нас, кулибинов очень много, да, то есть, как бы, изобретают какие-то, как они, козлики раньше были, для отопления в помещении. Также запрещено использовать удлинители, которые не имеют, ну, не заводского производства, то есть, самодельные, кустарные. Это то, что касается у нас электрообогревательных приборов. Также запрещено оставлять без присмотра электронагревательные приборы, включенные в сеть, в том числе, которые находятся в режиме ожидания. То есть, все мы прекрасно знаем, покидая помещение, обесточьте все приборы, максимально выключите все из розеток, для того, чтобы все приборы находились в безопасном состоянии, в выключенном состоянии. Что касается печного оборудования, то, как я сказал ранее, ну, прежде всего, запрещено перекаливать печи, производить розжиг печей с использованием бензина, керосина, дизельного топлива, каких-то легко воспламеняющих и горючих жидкостей, те, которые не предусмотрены для этого. Также запрещено оставлять печи без присмотра, но это очевидно, или доверять за ними контроль надзор детям. Ребенка оставили, посмотри за печкой, и все будет хорошо. Нет, ребенок не должен никогда быть стопняком и следить за печкой. То есть, как бы это дело взрослого человека. Ну и также рекомендовано, не рекомендовано, запрещено у нас на притопочных листах, которые перед печами находятся, располагать горючие вещества, дрова, топливо, которые будут использоваться для истопки данной печи. То есть, для них определено другое место хранения, но не на притопочном листе. Что касается, у нас еще возникают пожары по причине неисправности бытовых газовых приборов, то здесь, в принципе, рекомендации элементарны. Запрещается эксплуатация данных приборов при утечке газа, если почувствовали запах газа, то необходимо загасить данный прибор, выключить его. А также запрещается проводить проверку герметичности соединений в этих газовых приборах с использованием открытого огня. Начинают с зажигалкой смотреть, есть ли утечка газа. Ну и, соответственно, от этого ничего хорошего не будет. Тоже будут негативные последствия. У нас буквально одна минута остается, поэтому успею, наверное, спросить, какая погода будет на крещение и ведется ли подготовительная работа вашими сотрудниками. Ну, безусловно. Ну, какая погода, мы все-таки рассчитываем, что, ну, как обычно, морозы должны быть крещенскими крепкими, да, но мы готовы к этой работе. Безусловно, сейчас все это организовано, проведено было заседание областной комиссии по чрезвычайным ситуациям, на которые были поставлены конкретные задачи. Кратко скажу, что сейчас в плановом порядке проводится работа органов местного самоуправления, направляет нам в главное управление списки мест, где будет проводиться крещенские купания. В настоящий момент пока их 33 таких места, которые будут оборудованы и на которых будут соблюдаться правила безопасности. Будет осуществляться дежурство сотрудниками МЧС, органов местного самоуправления, полиции, здравоохранения, безусловно, скорая помощь считает, каждый из каждого из двух годов, что там присутствует. Все, спасибо большое. Напоминаю, что наш гость сегодня заместитель начальника управления надзорной деятельностью и профилактической работы ГУМЧС России по Владимирской области Александр Гущенков. Александр, спасибо вам. Спасибо. Спасибо.